Сколько лет же у джинны? И как узнать, когда они умирают? Люди называют их эти самые. Есть ли проблема в том, чтобы назвать их джиннами? Они есть в этой комнате прямо сейчас. Могут ли они появиться перед людьми в образе человека? Они могут жениться на людей? Если они преследуют кого-то, как ему избавиться от них? Я разговаривал с сотнями джиннами и шайтанами. Да, джинны поражают людей. Есть ли связь между безумиями и джиннами? Да, есть. На самом деле, их целью является не оболочка. Они издеваются над людьми. Они пытаются манипулировать, играть с ними. Около пяти лет я занимаюсь парапсихологией. Я исследую влияние демонов на людей. Чем такой человек занимается? Изучает шайтанов или джиннов, а также выявляет причину, почему они преследуют того или иного человека. Также становятся причины, чтобы этот самый джинн или шайтан оставил человека. Люди называют их эти самые. Есть ли проблема в том, чтобы назвать их джиннами? В этом нет проблем. Мы можем назвать их так. И в Коране они упоминаются именно так. Люди думают, если произносить их имя, то они могут преследовать человека или войти в него. На самом же деле, это совсем не так. Мы их по-разному к себе призываем. Нет нужды бояться их. Шайтан никогда не сможет войти в человека без позволения на то Всевышнего Аллаха. Сколько лет живут джинны, и как понять, что он умер? На это нет точного ответа. И в источниках есть разногласия. Но в тех сеансах, которые мы выполняем, они говорили, что 7000 лет. Некоторые говорили, что 700 лет. Даже встречались те, кто говорил, что они видели пророка, мир ему и благословение. Были и те, кто говорили, что они служили пророку Сулейману, мир ему. Были и такие джинны и шайтаны. Но их особенность, что они редко говорят правду и очень часто обманывают. Поэтому я не могу точно ответить на этот вопрос. Существуют ли джинны атеисты? Да, существуют. На самом деле, джинны делятся на два типа. Те, кто являются мусульманами, и те, кто атеистами. То есть шайтанами. А те, что мусульмане, они поклоняются, как мы. Поминают Аллаха. Совершают намаз. Делают благие деяния. А те, что атеисты, те, что являются шайтанами, они пытаются приукрасить людям грехи. Они стараются, чтобы люди грешили больше. Являясь мусульманами, должны ли мы их бояться? Нет, являясь мусульманинами, мы должны бояться не джиннов, а того, что они пытаются, чтобы мы выполнили. Даже некоторые шайтаны боятся людей еще больше. Когда мы укрепляем свой иман, когда мы стараемся быть погобоязненными, джинны отдаляются от нас. Ты говоришь иман и поклонение, хорошо? Почему шайтаны не преследуют атеистов? Войдет ли вор в пустой дом? Джинны или шайтаны пытаются отнять у нас только одно. Это иман. А если тот уже потерял его, то какой смысл его преследовать? Могут ли джинны предстать перед людьми в образе человека? Да, могут. Но не вживую, а только во сне. Люди, которые являются одержимыми, в которых сидит джинн, они могут видеть их. Но я объясню, в каком это бывает виде. Они видят галлюцинации. То, что, по их мнению, они там видят, на самом деле отсутствует. Это в их мыслях, в их голове. То есть невозможно, чтобы мы их видели, потому что мы находимся с ними в разных измерениях. Они энергичные существа. У них нет тела, нет вещества. Поэтому мы не можем их видеть с той завесой, что у нас на глазах. А как они поклоняются? Они поклоняются так же, как и мусульмане. И те, что из них являются мусульманами, так же сторонятся того, что запретил Аллах. Делают намаз, как мы. Поминают Аллах, так же, как и мы. Каким образом поклоняются мусульманин, так же поклоняются и они. Даже, как говорится в Коране, есть те, которые приходили к пророку и слушали Коран. И даже по некоторым словам, это было племя джиннов, которые жили в Мардине. Могут ли джинны заключать брак с людьми? Нет. Они не могут заключать брак. Это невозможно. Они не могут даже влюбиться в людей. Люди им даже не нравятся. Джинны могут любить те грехи, которые делают люди. Что касается брака между ними, это распространено в простонародье. На самом деле, это придумали сами джинны, чтобы скрыть настоящую причину преследования людей. Тогда почему джинны преследуют людей? Я дам ответ аятами из Корана. Сура Шуара, 221, 222 и 23 аят. Смысл? Поведать ли вам о том, на кого нисходят дьяволы, то есть джинны? Они нисходят на каждого лжеца и грешника. Они подбрасывают услышанное, но большинство из них является лжецами. Из этого понимаем, шайтаны из числа джиннов, они преследуют людей по причине совершаемых грехов. Грехи, которыми мы называем кабаир, преследуют по их причине. Если привести этому примеры, даже если несколько примеров, это клеветать, поедать проценты и запретное, воровать, обманывать, нарушать права другого, притеснять людей. Даже притеснение животных это причина преследования. И самое важное из всего этого это оставление намаза. Мы знаем, что намазы отдаляют людей от грехов. Когда же мы оставляем намаз, в нас возрастает потенциал совершения грехов. Если джинн преследует нас из-за совершения большого греха, то совершение нескольких увеличивает шансы. И как мы уже говорили об этом, намаз это как завеса между нами и грехами. И это джинн, чтобы заставить его совершать больше грехов, сделать все, что в его руках. И даже в предсмертный миг может отнять у него иман. Мы ведь не хотим смерти без имана, не так ли? В данный момент, в этой комнате, есть джинны? Да, может быть. Они постоянно вокруг нас. Но нам не стоит волноваться по этому поводу. Если мы хотим держать их подальше от наших домов, рабочих мест, от окружения, прежде чем войти в дом, мы должны прочитать бессмилля. Даже перед тем, как выйти из дома. Это отдаляет их от нас. И от домов, в которых делают намаз или читают Коран, они бегом отдаляются. Хорошо, а меня преследуют джинн? Мне кажется, тебе лучше знать. Потому что джинны и шайтаны преследуют тех людей, которые совершают грехи. И поэтому, если у тебя есть грехи, в которых ты еще не покаялся, то они и могут быть в тебе. Ты разговаривал хотя бы с одним джинном? Да, может быть, даже сотни джиннов, с которыми я разговаривал. Когда мы изгоняли тех, которые вошли в тела людей, мы заставляли их разговаривать. И даже расскажу одну историю, которая произошла со мной. Я взял лист бумаги и написал на нем числа и спросил джинна, который передо мной. Не мог бы ты мне сказать, что написано на этой бумаге, которая у меня на руке? Он сказал, да, он сможет это сделать. И цифры, которые были написаны на бумаге, он по одному мне их перечислил. Когда я спросил, как он это сделал? Он сказал, что в комнате находится другой джинн. И тот джинн помог ему. Могут ли джинн ударить человека? Да, они могут избить человека. Но не так, как мы представляем или видим в фильмах. Это происходит не так. Мы можем сказать, в большинстве психологических заболеваний причиной является джинн. Я могу привести пример. Биполярное расстройство, ОКР, наущение, чрезмерная тошнота, сильная склонность к чистоте. Вот мы же говорим, что дьявол кроется в деталях. Они приводят людей к слишком многим деталям. Они могут стать причиной большинства и физических недугов. Среди них мы встречаем больше всего это нехватка крови, диабет, анемия, астма. И мы видели, как в основе этих заболеваний лежали джинны. И даже мы стали свидетелями того, что эти заболевания полностью исчезают после применяемых нами методов лечения. Что было самым интересным, которое произошло с тобой? Однажды я был свидетелем подобного инцидента. Ко мне пришли муж и жена. Рука ее мужа была размазана. И она объяснила, что этот инцидент произошел внезапно, когда он лежал в постели. Он объяснил, что проснулся от боли. Мы начали исследовать это. Конечно, нам стало интересно, является ли это делом рук джинна. Фактически, джинны были косвенно. Потому что джинны проклинают людей, которых они преследуют. И событие произошло именно следующим образом. Его жена позже рассказала об этом, конечно, в слезах. Она была притеснена со стороны своего мужа. И после утреннего намаза, подняв руки, она воззвала «Я Агхар», произнося имя Аллаха, и совершила плохой дуа. И как только она закончила совершать эту дуа, с комнаты, она услышала крики мужа. Она быстро побежала к нему и увидела мужа на полу, который кричал от боли. Даже говорит, шла пена с его рта. И здесь мы видим следующее, как быстро принимается мольба притесненного человека. Даже в одном хадисе сказано, мольба притесненного принимается до того, как его слеза упадет на землю. И то, что мы должны из этого понимать, мы должны остерегаться совершения плохой мольбы. Потому что совершение этого идет на пользу шайтанам. Мы, являясь мусульманами, вместо проклятия должны делать хорошие дуа. Ты зарабатываешь на этом? Я на этом не зарабатываю. Потому что у меня еще есть другая профессия. Я зарабатываю на той работе. Но это не значит, что брать деньги с этой работы является чем-то неправильным. Из-за того, что я работаю, я могу попытаться помочь людям в этом вопросе всякий раз, когда у меня есть возможность. То есть, я могу помогать пяти людям в месяц. А те, кто зарабатывает на жизнь этой работой, могут доказать помощь пяти людям в день. Поэтому необходимо работать полный рабочий день, чтобы охватить больше людей. Конечно, чтобы человеку, который занимается этим, мог зарабатывать на жизнь и обеспечивать свою семью. Поэтому я поддерживаю тех людей, которые на этом зарабатывают, и поддерживаю тех людей, которые не берут. Правда, что джинн вызывается лампой? Да, есть кто делает так. И когда они делают это, то большинство из них заканчиваются преследованиями со стороны джиннов. Поэтому мы не рекомендуем. Некоторые сжигают Коран. Например, некоторые писали Коран наоборот. И на самом деле они поражаются по причине того, что относятся с неуважением к Корану. Это некий ритуал. И они думают, что вызывают джиннов. Но на самом же деле они служат этим джиннам, совершая большой грех по отношению к Аллаху. Что касается движения, это лампы. Да, лампа двигается. На некоторые вопросы они отвечают, указывая на некоторые буквы. На самом деле, джинн, который находится в человеке, благодаря самого человека, приводит в движение. Но на самом же деле он играет не с лампой, а с человеком. Они издеваются над человеком. Существует ли магия? Да, магия есть. И в Коране об этом сказано в Суре Аль-Ба'Кара. Мы не можем это отрицать. Но то, насколько оно влияет, мы это можем обсуждать. Разделим магию на два вида. Магия, совершаемая рукой. Магия, совершаемая языком. Магия, совершаемая руками, вам известно. Они используют некоторые инструменты, куклы или объекты. Словами это так называемые магические слова. То есть, заклинание языком более эффективно. Это проклятие. Если мы проклинаем человека, и в этом проклятии мы ошиблись, то это проклятие возвращается к нам самим. И это приведет к тому, что мы испытаем то же самое, что и пожелали другому. Чтобы защититься от магии, мы должны стремиться к богобоязненности. Нам нужно обращаться с мольбой к Аллаху. И с позволения Аллаха это может снять магию. Может, даже эта магия совсем не повлияет на человека. Что касается одержимости и контроля над телом, так бывает? Да, конечно. Это приводит к тому, что человек теряет контроль над своим телом. Те, кто много внимания уделяет наущениям шайтана от вас-васовни, может избавиться, например. Или в результате гнева. Такое может происходить. И они могут нанести вред своему ребенку, своей семье. И даже в результате этого они могут совершить суицид. Это уже открытое нанесение вреда. И пророк, мир ему и благословение, дал нам рекомендацию по этому поводу. Когда гневаешься, совершай омовение, потому что гнев от шайтана, а шайтан из огня. А вода тушит огонь. Поэтому он сказал, встань и совершай омовение. И вы, если вдруг сильно гневаться начинаете, если вы заметили это в себе, я советую вам взять омовение. Это потушит ваш гнев. Как нам защититься от джиннов? Чтобы защититься, нам нужно надеть одеяние богобоязненности. Нам нужно жить богобоязненностью, совершать доброе и остерегаться запретного. Покаяние в совершаемых грехах. Я вынужден постоянно повторять это намаз. Намаз защищает от грехов. А защита от грехов защищает нас от джиннов. А одержимый человек, как он должен избавиться? По какой причине джинн вселился в человека? По той же причине он покинет его. Вот мы же говорили, что совершение грехов и ошибок это причина тому, что джинн вселяется. Я приведу несколько примеров. Например, обещание, которое было дано Аллаху и не выполнилось. Это серьезная причина преследования со стороны джиннов. Многие люди могут дать клятву, например, накормить бедняка или же одеть его, или же соблюдать пост, например. И когда он не выполняет данные клятвы, его начинают преследовать джинны. Если мы дали обещание пост соблюдать, то мы должны соблюдать его. И если мы выполним данное обещание, то шайтан покинет это тело. Если, например, мы погрязли в процентах, мы должны совершить покаяние и за те деньги, которые получили запретным путем, дать милостыню с намерением заслужить прощение. Например, мы заводим дома копилку и каждый день бросаем в него деньги. Затем мы можем отдать эти деньги нуждающимся на определенный период времени. Иными словами, самый простой и эффективный способ избавиться от джиннов и шайтанов это покаяться в своих грехах и отказаться от них. И прожить нашу жизнь так, чтобы Аллах был доволен нами. И покаяние всегда разрушает джинна и шайтана. Человеку, который живет по исламу, выполняет все обязанности, нет нужды бояться джиннов или шайтанов. Продолжение следует...